Что, друзья, всем привет! Вы на канале Гараж, канал, на котором мы даем автомобилям второй шанс на жизнь. Надо последние три месяца мы этого не делаем, поскольку мы вам обещали, что мы перезагрузим наш канал, и у нас все будет по-новому, поэтому это наш последний дневник, в котором вам расскажем, что вообще произошло у нас на канале, зачем мы покупали Volkswagen, зачем мы покупали восьмерку, что у нас с Nissan, что у нас с Lamba, что у нас с Tesla, что у нас... Это не наш инжайвер, кстати, просто стоит на улице, очень жалко смотреть на машину, которая просто пропадает, в чем там есть номер телефона, но человек говорит, я эту машину не продаю, пусть стоит. Ну и также мы впервые опробуем наш сервис, который у нас находится в After Retail M, поскольку у нас есть свой механик, и мы теперь можем оказывать услуги не только себе, но и окружающим, и вот этому человеку, Евгению, у него есть два редких автомобиля в виде Jaguar XJ 1986 года и Alfa Romeo, которые мы сегодня заберем, приведем их в порядок и поможем человеку их продать. В общем, пойдемте смотреть машины. Я, честно говоря, уже пару дней назад эту машину видел, и мы ее осматривали. В общем, какие нам ставят задачи? Человек говорит, Макс, у меня эта машина 7 лет, я на ней езжу очень редко, пару раз выезжал на выставки, на автокультуру, еще на мероприятия, на которые мы, кстати говоря, также ездили, выставляли наши автомобили. Он говорит, но она мне не нужна, и мне хочется ее привести в порядок и продать. Он говорит, не хочу продавать машину как есть. Говорит, мне очень импонирует твой подход, что автомобиль надо доделать, а уже потом продавать. Тут есть ряд мелких проблем, которые нужно устранить, хотя, может быть, они будут и не совсем мелкие. Тут есть проблемки с салоном, с водительским сидением, с деревом на приборной панели, с потолком. Да, друзья, это Женя, обладатель. Привет, ребята. Вот этого автомобиля, так же, как и вот этого. Альфа Ромео Альфета. Женя говорит, что она полицейская была когда-то в Италии, в каком-то 70-м году, да? В 78-м году могла бы быть. Ну, как я понял, у тебя не единственная машина, да? Ну, в смысле, Альфа Ромео. Ну, Альфа, да, Альфа мне нравится. Есть вот люди в мире, фанаты Альфа Ромео. Есть, знаете, фанаты, ну, Mercedes, BMW, Audi, классическая тройка. Ну, и есть фанаты Porsche. И есть вот фанаты итальянцев. Ну, потому что Альфики действительно красивые автомобили всегда делали, но в плане их надежности, насколько я знаю, всегда были проблемки. В общем, под капотом у нас рядная шестерка, объем 3,8, да, по-моему, она? Нет, 4,2. 4,2, ух. 4,2. Выглядит так же все неплохо. Ну, вот есть тут кое-какие резинки, которые, вот я вижу, все растресочные, их надо будет заменить либо на аналоги, либо попытаться найти новые. Но так все выглядит очень прилично. Что, запустим? Что, он там запустится сейчас? Ну, конечно. Приятно, приятно работает. Блин, настолько тут все стильно выглядит. Приборная панель, смотрите, как подсвечивается. Несмотря на то, что автомобиль на ходу, и на нем вроде бы как можно было бы доехать самому, но у меня, а, проблемы с рукой, а, б, это все-таки не наш автомобиль, которым мы хотим заняться, поэтому мы сейчас его грузим на добровоз, а сами едем за вторым автомобилем, который также переместим в авторитейл. Так, первый автомобиль на эвакуаторе, едем за вторым. Друзья, как вы знаете, из своего подхода к восстановлению автомобилем, я трачу на запчасти огромное количество денег. И так бывает, что ту или иную запчасть нужно оплатить онлайн, а достаточной суммы на карте просто нет. И в это время меня очень сильно выручает моя кредитная карта Тинькофф Платинум. Благодаря ей я могу оплатить деталь, и когда у меня на карте появятся деньги, в один клик погасить всю сумму без процентов просто в срок. Делается это очень просто. Карта Тинькофф Платинум предоставляет кредитный лимит до миллиона рублей, и переводы бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц на карты любых банков. Ты даже можешь перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные. Кэшбэк до 30% бонусами, копите бонусы за покупки и тратите их по курсу 1 бонус 1 рубль. До 120 дней без процентов на погашение других кредитов картой. Переходи по ссылке в описании, оформляя кредитную карту Тинькофф Платинум с кредитным лимитом до миллиона рублей. Какой год? 91-й. Что, запустится? Ну, конечно, это же альфа. Блин, все машины заводят с пол-точка. Это, кажется, очень круто и приятно. Так, давай посмотрим, что у нее под капотом. Механический расходомер воздуха. Они обычно начинают глючить и скачут обороты. И машины нестабильные работают. Там электронно-управляемый блок Матроник. Да, да. А мотор, при этом, 4-16 клапанов, да? Да, 2 литра. Мотор отлично работает, хорошо. Мотор из ТАДО очень хорошо работает. Да. Так, ну что, выгоняем ее потихонечку. А какой она цвет? Какой цвет у нее был с завода? Серебра? По-моему, серебру. Надо посмотреть. Ну, по вину я не пробивал. По-моему, серебру. По-моему, серебру. По-моему, серебру. парни но есть еще две отличные новости мы наконец-то закончили байк мы установили поворотники провели новую проводку установили сиденья и нам удалось все-таки пройти техосмотр и поставить мотоцикл на учет так что он полностью готов к розыгрышу у нас осталось чуть больше 700 наклеек и за то что вы ждете так долго я решил добавить 5 дополнительных призов по 10 тысяч рублей поэтому друзья вот распродаем наклейки и байк сразу разыгрываем в прямом эфире он достается одному из вас ну и также я еще обещал новый шлем который я покупал себе но которых мне уже не понадобится но если вдруг он вам не подойдет по размеру я куплю еще один шлем который будет подходить размер вам так что друзья переходите по ссылочке покупайте наклейки и этот реально крутой harley davidson достанется одному из вас и кстати если вдруг он вам будет не нужен у вас его можем либо выкупить но либо вы просто можно продать и на эти деньги машин купить месяц назад к месяц полтора месяца назад я купил эту машину за 47000 рублей для того чтобы на ней не заработать чтобы ничего на ней там не схитрить чтобы отдать одному из подписчиков которому лет 18-20 который мечтает о своей машине чтобы он чтобы он ее разобрал на запчасти и соответственно эти деньги отложил на покупку целого автомобиля блин сколько было комментов да ты вообще охренел эту тачку можно восстановить да там подварить молодому парню самое но еще раз я скажу нет я и весь этот путь прошел это полная чушь молодые ребята не покупайте себе дешевые тачки по 50 тысяч рублей вложить эти деньги в себя в образование и купите и купите себе через пару лет нормальную машину либо вот . своим трудом разобрали заработали чуть-чуть денег отложили потом заработали еще отложили ну в общем мы эту машину разыгрывали у меня в телеграм-канале и человек который выиграл я с ним связься он будет слушай макс честно не нужна мне так машина говорит спасибо можешь ее отдать кому-нибудь другому ну и поскольку ровно через две недели после покупки этой тачки мы купили вот эту девяточку и комментов тоже было много что она вообще живая и что молодому парню самое но на ней ездить но она кстати инжекторная но большой большой минус это ну гнилые битые кузова ими нет смысла заниматься работа ну про их восстановлению стоит дороже поэтому эта машина у нас будет разыгрываться теперь вместе с той машины то есть человеку теперь достанется две тачки которым сможет разобрать и получается в общей сложности то мы считали там где-то тысяч пятьдесят можно сделать с этой но тысяч тридцать-сорок тоже точно можно сделать то есть это уже тысяч девяносто ночью на днях мы купим еще одну машину за 50000 рублей я не знаю как это будет тачка но это будет а . которую на сто процентов надо врать дорог и уже в следующем розыгрыше мы одновременно разыграем три машины а я думаю что будет три участника и мы я думаю конкурс придумаем чтобы человек сразу так сказать много кэша мог получить но для этого друзья нужно подписаться на мой телеграм-канал и когда будет конкурс нажать кнопку участвовать но сейчас мы идем еще к одному нашему автомобилю который нас находится в авторе тлм посмотрим что с ним случилось о красота такая сейчас по факту окажется что здесь капот единственная классно покрашенная красивая деталь поскольку эту деталь мы только покрасили гладенький чистенький конечно машина два года таскалась по сервисам и тут скольчик тут скольчик тут скольчик тут скольчик сзади но в общем на машине появилось много мелких недостатков которые ну машину мы сейчас будем полировать их будем за тампонивать то что ну еще его полностью перекрашивать это конечно уже будет верх идиотизма поскольку на машину вы потратили два года жизни и порядка там то ли 1 и 5 то ли 1 и 7 миллиона рублей по итогу нам вышел этот проект но я думаю что уже через пару недель и он будет полностью готов то есть нам осталось машину отполировать затампонить мелкие косячки подкрасить диски сделать химчистку и все этот автомобиль окончательно покидать наш канал но и по итогу эту машину я дам одному из моих подписчиков которые поддерживают мой канал и собственно будет донатить поэтому уже через две недели эту машину мы доделываем и выводим с канала поэтому если вам вдруг нужна эта тачка очень сильно вы о ней мечтали потому что когда вышла предыдущая серия мне человек 10 написала типа макс продай почем продаешь но я понимаю что эту машину я никогда не продам там за полтора-два миллиона которая на мне вышла там миллион который мне за нее предлагает совершенно бессмысленно продавать ее в минус поэтому я лучше ее отдам кому-то из вас за то что вы смотрите и вообще просили эту машину чтобы ее наконец-то доделали блин эта машина 86 года она по факту моя ровесница я чуть постарше вы посмотрите вы видите слез антикон видимо там отслаивается но металл везде металл короче единственное место которое вижу здесь проблемно это вот часть лонжерона вот и то только потому что какой-то умник много лет назад сюда вдолбил саморез прям в лонжерон вот видите вот этот и в целом это все что я нашел из критичного здесь все целое 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 даже удивительно что он похудел даже не бился сильно целое так здесь у нас вот уже ржавеет но друзья 38 лет не 10 не 15 не 20 38 37 лет это очень круто коробка сухая о нет коробка чистая но эти дают масло из поддона там пробковая прокладка я прям вижу видим ее будет стоит заменить туда масло и сверху и снизу и мы когда его забрали я видел что под ним есть масляное пятно я все думал это сальник коленвала или коробка но хорошо что оказалось что эта коробка поскольку ну вот этот узел довольно легко обслужить если бы тек сальник коленвала то это снятие коробки так по переду у нас тут все сухо чисто когда-то даже вижу меня лишь арвы рик сухая и мотор сверху поддон все сухое да это клево 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 так то теперь надо его внешне осмотреть несмотря на хороший сохран автомобиля снизу внешне он тоже вот сейчас я думаю на камеру он выглядит просто отлично но на самом деле у него есть капот в мелких картерах и плюс к всему капот криво стоит и здесь крепление капота я покажу и вот крепление капота тоже уже лопнуло и видимо ржавеет либо просто от тяжести с обоих сторон ну то есть по хорошему а еще вот его сильно варили вот сварка то есть по хорошему этот капот нужно либо ремонтировать довольно жестко ну либо менять ну и по-любому красить ну и так же по покраске есть такое ощущение что красили давно и плохо то есть очень много точек которые там из-под лака лезут и это ну как бы уже даже не отполировать и вот почти все детали на машине то есть капот правое крыло правая дверь то есть вот здесь сухо лежит лак вот прям очень сухо и жирно здесь у нас потеки крыша как сколжение что красили люк наши какие-то дети что-ли прыгали на нем здесь вот сухой опыл есть также много точек это тоже не полируется заднее правое крыло тоже все в точках так как крышка багажника и и видимо красили частями то есть вот есть ореол такой вот на эти как будто вот сочный лак и но также множество множество мелких точек у нас неплохое заднее левое крыло только в целом можно спасти полировкой и неплохая левая сторона виде этих двух дверей хотя эту дверь тоже красили вот тут видно что вот видите есть опыл то есть просто заклеивали и красили и это пожалуй одна из самых больших проблем поскольку же не хочет эти машины привести в порядок и продать чтобы выручить за них ну максимально выгодную цену чтобы эти деньги вложить в другой проект у нее там есть кое-какая мечта много будет ломаться поскольку много деталей одноразовых клипсы пистоны резинки их нужно будет заказывать новые первое если они в наличии не в наличии в москве то их точно нет если они в наличии вообще где-то про меру и сколько они будут ехать то есть разобрать тачку там я думаю идет день-два ее полностью перекрасить здесь я думаю получится за неделю максимум 2 все будет зависеть от количества ремонта на крыше там капоте крыльях и конечно же стоимость мы к завтрашнего дню эту стоимость просчитаем но я думаю что она будет не маленькой в кукуну машин довольно большая материала сейчас дорогие и то есть уже ну большая часть бюджета съедается что касаемо салона салон для 80 года очень приличный но то есть ведь целые дверные карты хороший ковролин ну то есть он он не уничтожены видите под под ковриком тоже все неплохо то есть неплохо химчистка вот даже не очевидно классные но шпон шпон передней торпеды сделать эту деталь обойдется 1100 рублей и вопрос с ее снятием вот ее тоже снимать очень страшно поскольку все рассохлость и вот эти детали чтобы снять правильно нужно потратить довольно большой объем времени но и потолок который здесь не обвиши как на большинстве старых машин но только потому что его явно когда-то делали потому что чуть-чуть отличается по цвету но и потолок по идее как можно спасти это стоит ну не таких больших денег правда здесь смотрите кто-то блин офигеть я такого никогда не видел потолок из стекловолокна по ходу дела здесь был бумажный потолок ясный пень сгнил и кто-то отформовал его и сделал стекловолокна что в целом прикольная потому что картонные разваливаются и превращаются в труху но нужно будет найти материал это все сделать в общем если резюмировать такие машины сейчас продаются в диапазоне от 700 до двух с половиной миллионов за 700 тысяч рублей будет полностью гнилая машина которую нет смысла восстанавливать в диапазоне полтора два с половиной миллиона будут ну более-менее живые экземпляры за два с половиной миллиона продают машины с перешитыми салонами но и типа восстановленные правда вот на этой машине конкретно вот я думаю что салон перешивать не просто не нужно этого делать нельзя поскольку она в целом имеет хороший аутентичный сохран и этот салон было бы круто починить поскольку здесь проблема только с водительским сидением не хватает вот одной детальки которая провалась и я думаю что нужно найти бушный салон я не знаю задний диван какую-то деталь вот такого цвета это кофе с молоком и вот это сидение почистить и поменять кусочек и это будет ну более круто и правильно все смотреться поскольку вообще их джей был любимым автомобилем королевы елизаветы 2 поскольку эта машина ну она действительно знаковая для англии в целое на знаковая для всего мира поскольку ну друзья писайте 86 год машине кондиционер электро зеркала электро как он звать эффектр люк ночи машина по меркам оснащения ну не сильно уступает современным автомобилем многим в каких-то моментах она даже лучше в общем сегодня мы будем все просчитывать чтобы завтра же не сказать ну наш вердикт вообще стоит эту машину ну приводить в порядок в какие-то выйдет деньги либо стоит ее прям так сейчас ну я не знаю поменять прокладку а к к п п п п г отполировать почистить починить сиденье и выставить на наш аукцион я думаю что диапазон полтора два миллиона на стоит и кто-нибудь кто хочет себе такую машину живую который хочет заняться реставрацией такого автомобиля потому что как донор для реставрации это действительно классная машина но либо можно оставить так и ездить на ней летом и на всякие мероприятия и приятно проводить время ценность кое-какую эта машина имеет так ладно идем смотреть альфиат то друзья минуточка полезной информации я хочу вам напомнить что от меня вы 100 фильтр действует скидка 15 процентов на любые запчасти на работы ребята делают совершенно бесплатно и у ребят есть ну вообще все у них есть масло фильтра колодки все для того чтобы служить ваш автомобиль и неважно сколько вашем автомобилю лет двадцать десять пять или он у вас новый или у вас новый китаец или европеец без разницы ребят есть все ну и плюс к всему как только себя прижать и вам заводит сервисную книжку и ваш автомобиль не слетает низ каких гарантий поскольку ребят все сервисировано и официально но и также у них куча оборудования можно выставить фары заправить кондиционер ну и диагностику ребята также делают совершенно бесплатно и еще есть одна хорошая новость для тех кто ищет себе работу поскольку компания 100 фильтр быстро развивается поскольку они красавчики они ищут высококалифицированных механик у которых зарплата начинается от 100 тысяч рублей а после того как вы пройдете обучение сдадите экзамены короче средняя зарплата где-то 150 тысяч рублей механика и все официально самого первого дня но имейте ввиду ребята не только в москве они еще и по всей россии развиваются поэтому если тебе нужна работа приходи по ссылочке ну и отзывайся на вакансию ну и записывайтесь друзья на обслуживание автомобилей в эстло фильтр слушайте но альфету конечно же всю залили антикором просто в усмерть но он здесь довольно мягкий то есть я вот испачкал палец и я нигде не вижу ни одного сварного шва вот ненавижу когда вот так вот сделано потому что еще не разберешь машина гнилая или гнилая мы так наш 124 осматривали и 500 когда купили да еще дырок нету чё там парочку деталей а когда от песочек там вообще ничего не оказалось нет ладно на самом деле здесь действительно все неплохо просто все как следует обработано да видите поддомкратники ну еще имеют заводской грунт они целые с одной и с другой стороны это как правило хороший знак пороги тоже видите все сливные отверстия ну они присутствуют не замяты не гнилые да то есть сливы воды есть и днище но тоже видно что это вот все родные выемки и штамповки заводские поэтому днище у машины просто я думаю обезопасили и как следует обработали так что касаемо коробки и мотора тоже все сухое и по подвеске я тоже вижу что все неплохо косточки свежие с двух сторон резинки все на своих местах никаких растрескивания я не вижу суппорта явно перебирались выглядит очень хорошо так по морде ухты тоже все клёво и машина даже как будто бы не было серьезных дтп на сальник колено явно сухой вот здесь вот видите подкапывает с коробки вот я думаю здесь надо просто либо поменять кольцо либо подтянуть вот эту гайку вот здесь небольшой потек масло но масло чистое выход из целый тут подвагивали какая-то труба из нержавейки идет в целом сделано довольно приятно без какого-то колхоза ну короче понизу все неплохо 91 год я думаю что даже можно оценить на пятерку состояние днища и с остальных узлов вроде бы классно машина под нищу хорошая по мотору то есть мотор сухой чистенький все на своих местах хорошо запускает ну то есть вот вы знаете вот как будто машине пару лет и у нее все классно ну то есть вот ничего не течет ничего не надо делать ничего не стучит но внешний вид то есть машину когда-то красили это крыло уметь довольно плохую шагрин там сухо покрасили тут через какая-то царапина вмятина вмятина на крышу от скол скол заднее левое крыло также вмятина царапина крышка багажника вся в шагрине то есть ее надо тоже по-хорошему перекрашивать бампер нет скол и царапины перекрас правое крыло видите вот краска плохо подготовили когда-то но и цвет знаете слишком серебряные то есть эта машина ну не такой серебряный цвет должна иметь это вот похоже знаете от снежная королева что люди сято был такой цвет когда-то красиво с расстояния пару метров конфетка подходишь близко и вот вот это все начинаешь высматривать и конечно же хочется все это устранить что касаемо салона вот сами видите что его переживали то есть вот явно вот эти сиденья перешили давно руль перешивали не так давно по-хорошему сидушки надо перешить благо их тут всего две это не очень дорогая работа я думаю что их надо сделать просто черными и здесь применять кожу на черное по салону здесь все сильно проще чем с ягуаром ну повторюсь поскольку тут всего пару деталей надо поменять руль здесь какой-то колхоз самодельный стоит я думаю что надо купить нарды там в районе 30000 рублей не стоит его сюда поставить ну и поменять переключалку потому что я думаю что это как будто бы от жигулей но и в целом получится хорошая машина также мы завтрашнему дню планируем все это подсчитать то есть сколько будет стоить его перекрасить пошить салон надо будет найти ампетичные диски и вот опять же же не нужно будет принять решение продавать его как есть либо в него вкладывать деньги вкладывать него ну на мой взгляд на 1 нужно не меньше 300 тысяч рублей по факту я думаю что получится 300 с учетом салона может быть и там 450 но и такие машины стоят в европе хороший целый в районе 20000 евро сейчас машину не привести и курс высокий поэтому эта машина я думаю около двух миллионов мы сделано будет стоить не сделано и то есть в том виде в каком она есть я думаю что она стоит это ну миллион четыреста миллион пятьсот если учесть что в продажу сейчас вообще нет ни одной машины а фанатов alfa romeo друзья действительно довольно много не всем людям нравится только bv mercedes и и ferrari хотел сказать и под полтора месяца назад купил эту теслу мы сняли про нее серию и я читал комменты и честно просто угорал когда люди рассказывали что моя машина была завязана в узел что у меня там все зазоры на машине кривые что вообще с таким пробегом не может быть она сто пудов 10 лет на свалке валялась где-то в штатах короче были очень забавные комменты но тесла собирается не как лакшери автомобиль не действительно зазоры по машине пляшут это прям нормальная история абсолютно для всех тесел ну и плюс ко всему я знаю полностью историю этой машины в четырнадцатом году купили новый в европе привезли ее в россию я уже знаю всю цепочку и владельцев их было всего три человека я получается 4 и у машины действительно оригинальный пробег но и поскольку с машиной надо было что-то сделать а с ней делать абсолютно ничего не надо было мы решили восстановить колесные диски то есть они у нас были все в бордюрке я их отправил в колор диск ну и собственно там ребята как обычно справились своей задачей и у нас теперь диски выглядит отлично ну и моя любимая фишечка суппорта кислотного цвета мы их также сняли разобрали и на машине колодки испортились не от того что но они стерлись того что ну ими мало пользовались они знаете все подгнились заржавели и суппорта у нас были подклинившие очень моих тоже полностью перебрали и купили новые колодки в этом нам помогла компания топ-топ ребята тоже красавчики напоминаю что от меня скидосы везде 10 процентов поэтому если вам ну какой-то что-то нужно полезное можете обращаться от меня получать скидку ну в общем и это единственное что с этим автомобилем нужно было делать я на нем проехал получается уже 3000 километров у нас офигительный чистый салон и друзья зачем хочу сказать это нахрен кайф это действительно масса удовольствия машины не жрет и прет я переживал на тему зарядки насколько мне буду будет хватать насколько это комфортно но друзья я привык адаптировался в целом машины я заряжаю через день полной зарядки мне хватает если не сорвать где-то на 300 километров при том что мы каждый день ездим стоим в пробках пользователем кондиционер и музыкой и мы действительно в машине очень много проводим времени и получается за полтора месяца я потратил на машину 0 рублей 0 копеек заряжаюсь я бесплатно в торговых центрах там в капитоле либо друзей за годом приезжаю втыкая в общем это вообще не проблема и я очень кайфую потому что в целом вот давайте возьмем вот любую среднестатистическую машину который 9 10 лет cayenne турек audi volkswagen kia toyota вот любую тачку и купив десятилетнюю машину с пробегом получается она будет наверно по 200 тысяч километров вы обязательно будете вылетать в переборку подвесок возможность переборку моторов замену масел в моторе в коробке в редукторах в халдексах вообще во всех этих эпопеях и не факт что машина будет надежной и плюс ко всему не будет уже подушатанный салон будет куча крашеных деталей ночью это будет целое безумие я в среднем вот взять если мою любую машину трачу в год на вот просто ее обслуживание там от 200 до 300 тысяч рублей просто вот ее обслуживая но я обычно еще чуть начинает делать то что там наш последний к н уложили больше 500 тысяч рублей а в электричку не надо вкладывать ничего хотя тоже было много комментов что у них ломаются батареи летят моторы это действительно происходит но это происходит на пробегах больше ста тысяч километров обычно под 150 тысяч километров и это же конечно уже все чинится то есть аккумулятор чинится у них меняются части они стоят по 500 600 долларов мотор изнашивается там начинает течь антифриз ну это также стоит устранить там от 150 до 250 тысяч рублей все зависит но от желания сервисов и получается что вот минимум до пробега 100 тысяч километров вы на машину не тратите ничего вот просто ноль хотя ей фанат настоящих бензиновых машин я фанат спорткаров я фанат суперкаров я конечно же хочу ну еще себе что-то купить но для езды каждый день по городу на работу с работы это просто кайф теслу конечно же не стоит покупать как единственную машину поскольку ну в питер на ней я тоже но не рискну поехать тоже это идиотизм там ехать 200 километров 300 даже пускай заряжаться ехать дальше это потерь времени но питер если что мы поедем на сапсане либо сейчас огромное количество всяких сервисов по аренде автомобилей где ну тачку можно нам на день-два взять на прокат если тебе нужна машинный клад съездить в общем друзья полтора месяца езды 3000 километров ноль потраченных рублей но кроме суппортов и дисков на это я потратил в общей сложности 40 тысяч рублей но это эстетический внешний вид это того стоит то есть машина внешне должна быть красоткой и у нас она такая есть так ну ладно сейчас мы приехали к ламбе сейчас спустимся и посмотрим еще чуть не происходит за эти полгода блин я только что меня осенило что машина стоит уже девять месяцев мы ее купили в декабре в январе мы ее запустили в ракете даже работает приятно сейчас честно открывая дверь и прям не верю что это ламба и что мы еще конь доделаем потому что это потому что это нахрен блин суперкар офигительный рыжий суперкар который достоин того чтобы его установили но новости у нас есть я вам в предыдущем эпизоде показывал что мы уже купили на нее передний бампер мы купили на нее задний бампер у меня лежат задние крылья и сейчас я заказал пороги они должны приехать в течение недели в москву то есть не вот эти вот поклевка отвалится не вот эти вот но оригинальные карбоновые пороги на дорестайлинговую мурчелага из глобального остается раздобыть два передних крыла и фары фара также мы нашли она тоже уже едет и правда фара дорогая она будет стоить порядка 400 тысяч рублей но это для ламборгини считается дешево поскольку на европейских сайтах фары стоит но бушные по 10 тысяч евро но вы вообще не купить она будет стоить ну там какой-то космос космический поскольку как я понял что когда-то что-то заказываешь на эту машину это вот завод чисто для тебя изготавливает эту деталь поэтому ценник сразу улетает в небеса работает как нормальная тачка без вот этих диких воблей короче сейчас после снова снятия мотора замена сальника всех прокладок пакра покраски клапанных крышек установки радиаторов и трубок околожающей системы сейчас вот машину тестировали компьютером все ли работает видит ли она все блоки и сейчас по сути ее первый рабочий пуск но машина работает слышите работает ну довольно тихо сейчас применим системы то есть но все ли она видит хорошее давление все ли круто и сейчас мы ну пробую челкать передачами настраивать коробку чтобы опять же убедиться сам что у нас все в порядке ну в общем блин друзья но у меня там сердце сейчас вылетит в груди продолжать заниматься этой машине будет иметь смысл только в тот момент когда я на нее куплю абсолютно все детали и детали а тяжело искать б но они стоят действительно дорого и ну и я потихонечку коплю средства и вот по чуть-чуть когда что-то нахожу стараюсь это купить ну по максимально выгодной цене поэтому этот проект вряд ли у нас получится сделать быстро я думаю что в этом году концу года я докуплю все детали и уже в зиму мы поедем к кузовню и будем ее соответственно приводить в стоковый вид почему я вообще ушел от этого внешнего вида хотя он действительно безумен и он действительно крут потому что ревентонов было всего 20 штук это конечно копия но весьма неплохо сделанная то есть ребята смогли повторить все углы потому что формы у ревентона ну прям очень сложные но эта машина будет иметь ценность как стоковые автомобили поскольку это 2003 год на механике их было выпущено всего одна тысяча штук и машин довольно дорогие то есть опять же в европе цены на них там валируется 400 450 тысяч евро в штатах такие машины но стоит по 500 тысяч долларов поэтому тут имеет смысл подождать имеет смысл поискать запчасти и имеет смысл делать все скурпулезно и медленно но та машина которая получится по идее будет стоить а ну много денег а б ну я смогу сам прокатиться на собственной мурчалага потому что пойти купить себе мурчу у меня нет таких ресурсов но вот хорошо что мы нашли эту тачку и вот у нас есть возможность а восстановить реально и легенду итальянского автопрома ну и б на ней когда нибудь катнуть ну короче проект не закончен и ну я думаю что многие из вас понимают по какой причине машина стоит и почему мы не занимаемся то есть объективные причины на это действительно есть ну и мой любимый проект porsche gt3 который я строил целых три года в общем он стоит ждет своей участи я вот периодически заезжаю его прогреваю чтобы не заставилось масло и не садился аккумулятор очень надеюсь что эту машину мне удастся сохранить поскольку ну вы знаете что я его продавал ради других проектов но пока он не нашел своего счастливого обладателя видимо это какой-то знак чтобы эта машина все-таки осталась у меня я на ней катнул еще в следующем сезоне так ну что в нашей таблице совсем уже не осталось автомобилей а вы помните когда-то она была исписана просто был полный ряд блин я все-таки очень рад что за это лето мы смогли вообще всю эту кучу разгрести так но про нашу ламбу я вам уже рассказал и наша первая ламборгини которую мы купили год назад видите тут написано до снять финал это было записано два с половиной месяца назад это словосочетание но машина по-прежнему стоит у нас ракете motorsport туда воткнули двигатель сварили радиаторы поставили вентиляторы установили всю подвеску установили редуктор его при уплотнили в общем там сделали довольно большой объем работы но большому сожалению мы пока вам не можем показать ничего глобального что мы хотели вообще зафиналить серию тем что мы на этой машине прокатимся дадим так сказать на ней жару но когда машину стали запускать по новой ночи мозги коробки машины не видят и коробка у нас сейчас ну не работает поскольку там робот их отдали на диагностику и вот уже полтора месяца я жду когда что-то случится с этой машиной в общем то ламборгини с ней все быстро быть не может но опять же ребята обещали что в ближайшие пару недель уже подбудет какой-то результат ну и мы скоро снимем отдельную серию про ламбу которые я вот держу пальчики что поедет и мы также начнем заниматься кузов не поскольку по ней мы придумали еще нечто грандиозное что я думаю вам зайдет теперь о плохом видите е500 я знаю что многие из вас очень ждут этот проект и с первым проектом меня много кто поддерживал у нас он не получился я решил выкрутить эту ситуацию мы нашли другого волчка действительно идеальным кузовом ну правда его нужно было перекашивать но не суть в общем мы машину собрали поставлены на нее бампера обвес поставили фары поворотники но очень сделали все для того что машину можно поставить на учет но большому сожалению машина повторила судьбу первого мерседеса у нее там оказались юридические проблемы заниматься которыми у меня уже просто не было силы я понял что вот мерседесы ну вот что-то вот именно с волчками вот у меня какая-то непрух короче парни с волками нам не везет вообще благо собственник автомобиля оказался очень крутым дядькой и мы с ним созвонились и он забрал автомобиль сам оплатил эвакуатор поэтому все вопросики мы повешали но к большому сожалению этой машины у нас на канале больше нет кстати я не знаю к сожалению для вас но и честно с радостью для меня поскольку это все с глаз до долой сердце он мы сейчас распродаем запчасти от нашего волка я на прошлой неделе продал фары которые покупал новые продал кое-какие детали по подвеске которая полного сейчас вот мы фоткали задний редуктор подрамник он там нас лежит салон очень машину мы полностью распродаем чтобы вернуть хотя бы какую-то часть денег а там посчитал ну крайне 500 тысяч может быть миллиона выручить за эти запчасти получится и мы их лучше вложим в аборгинии в наши новые проекты которые у нас сейчас снимаются как-то же как мы говорили что у нас впереди полная перезагрузка а еще друзья мы запускаем рубрику восстанови тачку подписчику поэтому можете вот на эту почту прислать фотографии ваших автомобилей рассказывать что с машины произошло ну и какую-нибудь историю и мы выберем одну из них и в ближайшее время восстановим машину одному из вас но друзья для этого надо быть подписан на мой канал что касаемо альфа ромео и ягуара авторы тлм нам просчитали полностью перекрас этих автомобилей я сейчас буду связываться с владельцем и обсуждать вообще рентабельность этих проектов поскольку машина хочет продать а вложить них нужно довольно много поэтому новости про них вы узнаете уже в следующей серии то есть сделаем мы ягуар и альфа ромео не сделаем вы узнаете немного позже ладно друзья спасибо что вы со мной у нас вот такие новости за пару месяцев произошли в общем если вы не подписаны на мой канал подпишитесь наш одному из вас мы установим машину ну и я вас всех крепко обнимаю до новых встреч пока а а